Ополчение Луганска готовится к переговорам с киевскими войсками, заблокированными в городском аэропорту. Это крупнейшая группировка противника в регионе, около 2000 человек, десятки единиц бронетехники. Военные по-прежнему утверждают, что контролируют аэропорт, но реальность такова, что они полностью отрезаны от снабжения и окружены. Сил на прорыв у карателей, судя по всему, нет. Ополченцы также пока ничего не предпринимают. Возможно, их действия вызваны желанием оттянуть на себя огонь и ослабить удары Киева по истерзанному Славянску. Впрочем, в Луганске, как убедился Игорь Корнелюк, есть чем встретить подкрепление Майдана. Вот так выглядят новые военные трофеи армии Юго-Востока. Среди этих машин были и станции дальней радиосвязи. Теперь подразделения ополченцев получат возможность координации действий на значительном удалении. В ближайшее время эти машины будут отремонтированы и встанут на боевое дежурство. Связь сейчас нужна в районе аэропорта, где блокированы отряды вооруженных сил Украины. Кольцо блокады вокруг аэропорта большое, а подразделениям армии самообороны Луганской Народной Республики нужно не допустить прорывов. Аэропорт блокирован полностью над нашими войсками. Пока они пытаются выйти на переговоры. Такую возможность мы им пока даем. Если они сложат оружие, мы дадим им возможность уйти отсюда без оружия. Военные заперты на территории уже два месяца. Единственный способ снабжения этих частей по воздуху. Но руководство Луганской Народной Республики фактически обещает сбивать любой транспорт, заходящий на посадку. Кроме того, все эти дни армия Юго-Востока методично уничтожала все инфраструктурные объекты в районе. За несколько месяцев аэропорт превращен в неприступную крепость, имеющую три линии обороны. В ход идут даже бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. Из них сделаны укрепленные огневые точки. Штурмом такой оплот не взять. И, как говорит разведка, нет смысла. Части без снабжения. Оборона долго не продержится. У них там света уже нету, воды нету. Я думаю, они недолго там просидят. Сейчас какие-то должны начаться переговоры, я думаю, с их стороны. Скорее, одна часть военных, понимая свое положение, готова сложить оружие. По самым оптимистичным оценкам, переговоры могут начаться в ближайшие сутки. И если аэропорт оставит сопротивление, значит крупная войсковая операция в Луганске не состоится. Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Виктор Денисов. Вести. Луганск.